Данил Кен, глава независимого профсоюза Альянс Учителей с нами на связи. Данил, здравствуйте. Рады вам, как всегда, в эфире Freedom. Доброе утро. Тоже рад. Ну что, 1 сентября наступило. Мы с вами уже говорили в эфире Freedom о том, что ждет школьников разных возрастов. Ну вот Наталья цитировала господина, господи, Картополова, да, о необходимости, почему это нужно делать, вводить новые нормы в обучение. И по сути житель Российской Федерации, который опьянен пропагандой, скажет, ну и что тут такого, а вдруг завтра война, а вдруг то НАТО все-таки решит напасть на территорию Российской Федерации. Почему вводятся вот эти такие себе Z-нормы, скажу вот таким образом, в обучение будущих представителей, возможно, даже вооруженных сил Российской Федерации. На самом деле это подготовка. Вот вы сказали такое словосочетание Z-норма. Я думаю, что в этом и есть суть, что власть старается, Кремль старается сделать для общества, для всего общества, в том числе для детей и в школах, войну, идущую такой постоянной нормой. Чтобы люди к ней привыкли, чтобы заставить каким-то образом ее поддерживать через пропаганду, через такое насильственное вовлечение детей в поддержку войны, через какие-то прямые акции, через сбор гуманитарной помощи, через какое-то соучастие, эмоциональное вовлечение, когда их будут заставлять теперь учить маршировать или бросать какой-то муляж гранаты, собирать, разбирать автомат под какие-то идеологические уроки о том, что вот вы бросаете пока в школьном дворе, но вы чуть помладше, а ваши старшие братья, товарищи, выпускники прошлых лет уже бросают настоящие гранаты, защищают Родину, действительно, это просто делает нормой жизни российского общества. Смотрю, что даже Верстка пишет о том, что если вдруг ваши дети сегодня столкнулись с патриотическими, ну, конечно же, в кавычках, нововведениями в школе, готовы рассказать об этом, поделиться фото или видео, то обязательно пишите нам в комментариях или в личных сообщениях. Кстати, Freedom тоже можно писать, у нас есть чат-бот, вызываем наших зрителей туда писать. Вот, и тоже делиться своей же информацией, ну, и потом, конечно же, это все мы обсудим и покажем. Но вот еще, что произошло уже на 1 сентября в российском Нижнем Новгороде, родители первоклассников пожаловали, что детям выдали военную форму для линейки на 1 сентября. Более того, такую форму получили не только мальчики, но и девочки. И она, эта форма, как уверяют родители, на 100 размеров больше. И в ней детей заставляют идти на линейку 1 сентября. Сетут мамы и папы. Ну, и после огласки в дирекции школы начали оправдываться, что камуфляжные костюмы выдали просто на примерку. А День знаний в этом году, мол, состоится в обычном, а не милитарном стиле. То есть, оказывается, что могло быть иначе. И в милитарном стиле, если бы, конечно же, не придали огласки. Как вы считаете, это происходит просто на местах, чтобы выслужиться? Или это действительно, ну, скажем так, разнарядка с центра? С Москвы, как мы понимаем. Это одновременно и так, и так. Безусловно, есть общая разнарядка, есть политический заказ глобальный из Кремля напрямую о том, чтобы ввелась эта пропаганда, в том числе через какие-то формы патриотического воспитания. Если, допустим, с новым, таким реально фашистским, оправдывающим войну учебником истории, авторством министра Мединского, все однозначно, вот есть единый учебник, он в перечне, во все школы его привезли, то какие-то вещи вроде костюмированных первого сентября линеек или что-то еще, это разрабатывается уже на местах, регионах, в конкретных школах. И тут действительно есть уже такое рвение просто местных каких-то исполнителей, которые часто принимают политический заказ, плохо чувствуют реальность и отношения людей. Получаются такие, ну, в кавычках перегибы, понятно, что это никакие не ошибки, а системная вещь, что такое происходит. Но это показывает такой разрыв, то есть есть миллионы людей, которым это прямо очень сильно не нравится, и есть, ну, часто довольно просто тупые люди, которые вот в этом стремлении услужиться, это директора школ или советники директоров по воспитанию, которые только этим патриотизмом, в кавычках, и занимаются, что они абсолютно оторваны от настроения общества и внедряют такие формы, из-за которых они потом вынуждены как-то оправдываться, делать шаг назад и отменять что-то. Данил, вы как человек, работающий непосредственно с детьми, объясните, пожалуйста, каким образом на вот интеллект человека, интеллект не сформированный еще, да, не готовый к вызовам таким, влияет вот этот вот смысл, даже не СВО так называемый, да, ведь речь идет, наверное, о войне как стиле жизни, как вы правильно сказали. Когда человеку с, ну, чуть ли не с пеленок, да, с младших классов, вот это вот, и Путин такой молодой, и юнармия впереди, будут рассказывать, каким образом это влияет, собственно, на миропонимание человека, на миропонимание ребенка, каким он может стать? Ну, тут две важные вещи сразу можно сказать. Первое, что дети, конечно, вот эту ложь, эту фальшь, они ее видят и чувствуют, и это просто очень неполезно для детской психики, для развития детей, для развития отношений, способностей к каким-то доверительным отношениям, когда они видят, что их школьные учителя часто, ну, как казалось раньше, нормальные люди, и люди часто любимые детьми, и те, кого они уважали, что они, ну, становятся просто нечестными в отношениях с ними, и ретранслируют то, что от них требуют говорить, а не то, что они на самом деле думают. И учителя оказываются такими не свободными людьми, слабыми людьми, это неполезно. И второе, конечно, когда то, что можно говорить и то, что нельзя говорить, что можно думать, что нельзя думать, определяется программой и озвучивается министром или президентом, и уже прямо закрепляется в школьной программе. И, конечно, это убивает какую-то академическую свободу, когда какое-то сомнение, которое может быть у ребенка, какая-то другая информация, которая вроде бы не бьется с тем, что написано в учебнике, она не может быть обсуждена, она не может быть безнаказанно высказана на уроке, и это, конечно, ну, подавляет мысль, и делать обучение таким механизированным, и, ну, конечно, вот как бы ждать каких-то больших интеллектуальных успехов от детей в будущем. Люди очень разные, кто-то, конечно, себя проявит, но в целом, конечно, для образования это такая губительная вещь. И вот что делать для этого еще Госдума, там просят прокуратуру принять меры в отношении так называемых иностранных агентов, которые, по мнению членов комитета Госдумы, дискредитируют уроки разговоров о важном, которые на самом деле являются, ну, чистой воды пропагандой. Ведь, как заявил представитель этой комиссии Василий Пискарев, детям в России пытаются привить, по его мнению, ложные представления о патриотизме и любви к родине, а также внедрить в сознание ребят искаженные факты истории страны и вызвать у них негативное отношение к новым учебникам истории, которые сейчас поступают в школы. Как вы считаете, выйдут ли на такой уже уровень, и как это, ну, в реальной жизни должно, ну, или будет выглядеть? Это борьба с такими, так называемыми, иноагентами. Вы как иноагент, скажите нам, как вы это видите? Я думаю, что эта новость скорее, ну, так вот в моменте, она скорее, может быть, даже позитивная, потому что она показывает, ну, какую-то слабость и бессилие Кремля. Но, казалось бы, вы даже придумали уже специальное клеймо для людей, которое, ну, вроде должно всем вокруг показывать, что это враги, предатели, люди, которые действуют против интересов России. И в этом списке иноагентов, людей и организаций уже, наверное, около полутысячи, очень многих там, я в том числе, уже так или иначе заставили покинуть Россию. И нельзя продавать в России книги иноагентов без специально завернутой бумаги, пометки, что это предатели России. Их не пускают в СМИ и так далее, и так далее. И все равно в этом списке оказалось уже так много реально лидеров, общественного мнения, каких-то хороших русских писателей современных, там, политологов популярных, которым доверяют люди, ну, настоящих политологов, а не каких-то проходимцев и так далее, и так далее, что вот сейчас они уже, внедрив этот дискриминационный такой ярлык, повесив на многих людей, думают, а что нам теперь сделать, чтобы люди действительно перестали их слушать, смотреть, читать и верить им. И это показывает, что это абсолютно провальная стратегия, и общество в целом все равно, условно, Дмитрия Быкова, Глуховского, не знаю, Шиндоровича, кого-то еще, кого-то еще продолжают слушать. И так называемые иноагенты остаются авторитетами для российского читателя и зрителя. Это хорошая новость. Ну, а как на сегодняшний день можно, в принципе, избежать этих разговоров о главном? И это касается только государственных школ или уже добрались и до частных? Полторы минутки у нас, Данил, уточнение. Тут все очень просто и коротко. Эти разговоры о важном — это часть внеурочной программы. Школьники имеют право посещать их свободно. Очень часто люди об этом не знают, родители не знают. Даже директора и учителя заблуждаются, думают, что это часть программы. На самом деле нет, эти уроки можно безнаказанно прогуливать. Мы рекомендуем родителям российским писать заявление об отказе от этих уроков, чтобы школа в случае несогласия конфликты решала все-таки с родителями, а не давила на детей. Это довольно легко можно сделать без проблем. Весь прошлый год мы пробовали, и сотни людей нам писали потом ответные письма, что у них получилось. Главное, чтобы потом не оказалась какая-то охота на ведьм, скажем так, по списку, кто написал такие подобные заявления. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова